Как найти его? Да, друзья, всех приветствую. С вами Андрей Антонов, эксперт по управлению мышлением. Сегодня будем учиться управлять нашим мышлением, потому что у каждого у нас есть, безусловно, страхи. Есть страхи полезные и есть страхи в нем. Полезные страхи нас защищают, охраняют, оберегают. Они оберегают наше ментальное тело, эмоциональное, энергетическое и физическое тело. Это наши заботные инстинкты. Но есть еще вредные страхи, страхи от ума. Это наши тараканы в голове, которые плодятся, иногда размножаются. И мы с вами сегодня будем разбираться, откуда они берутся. И самое главное, как найти их главный страх, который сейчас мешает быть счастливыми, богатыми, любящими, любимыми и жить на 100%. И у нас сегодня гости, поэтому, друзья, по очереди приходим в прямой эфир. Поднимаем руку. Сейчас у нас первая Лора. Лора, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, мы ищем ключевой страх, определяем он. Во-первых, мы просто сейчас будем смотреть на ваши страхи. Найдем из них самый главный. Разберемся, полезный он или вредный. Найдем момент его возникновения, вашего страха. И я вам помогу найти путь, как его убрать. Готовы? Да. Отлично. Начинаем мы с простого вопроса. Прямо просто представляете себе картинки. Мы сейчас с вами будем работать с образами. Вот представьте, что у вас есть только одно желание. Только одна, вот волшебная палочка, которая исполняет только одно желание. Как вы думаете, чего вам сейчас не хватает больше всего? Чего вам больше всего не хватает для счастья? Что бы вы хотели загадать для волшебной палочки? Как ни странно, денег. Мне не хватает для счастья денег. Ну, почему не странно? Это нормально, потому что большинству людей не хватает денег. Я вот стыдилась это признать. А что тут стыдно? Вот деньги. Понимаете, деньги для человека – это как для животного когти острые, либо зубы. Потому что деньги – это основа выживания на планете Земля. Деньги. А как без денег можно существовать на планете Земля, где деньги являются инструментом для обмена товарами и услугами? Без денег человек не выживет на планете Земля. Ну, может быть, можно там как-то бомжом где-то на подаяниях жить. Но я думаю, что это не наш путь. Поэтому мы учимся быть богатыми, любящими, любимыми и здоровыми. Итак, не хватает денег для счастья, для полного, да? Да. Окей. А сколько вам денег не хватает для полного счастья? Как вы будете измерять? Там в месяц, в год или вообще вам не хватает кучки? Сколько сантиметров денег вам не хватает для полного счастья? Давайте конкретнее. Итак, конкретнее. Деньги – это общее. Всем не хватает денег. Сколько денег вам не хватает? Ну, так, чтобы можно было спокойно путешествовать. Путешествовать. Ну, вообще быть свободной. Окей. Вам не хватает денег, чтобы быть финансово свободной, да? Да. Я не знаю, сколько это, честно говоря. Ну, а если вы не знаете, сколько это, то вы не сможете проблему это решить. Поэтому первое, с чего мы начинаем, мы начинаем с оцифровки. Вы можете, если вы стесняетесь назвать цифру, ну, хотя лучше, если все-таки мы назовем, потому что это будет более конкретно. Итак, например, я хочу, ну, то есть мне не хватает для счастья, и прям вот попробуйте эту цифру обознать. Можете назвать ее как Y, например? Ну, допустим, 100 тысяч, мне кажется, нормально было бы. В месяц? Да. То есть вам сейчас для полного счастья не хватает 100 тысяч рублей в месяц? Ну, например, да. Просто Y это совсем как-то далеко. Давайте конкретнее. Давайте, ну, прям вот, окей, я сейчас вам дам 100 тысяч рублей в месяц, и вы будете всю оставшуюся жизнь, будете счастливы, да? Ну, если у вас не каждый месяц, я вам буду давать по 100 тысяч. Предложение заманчивое, ну... Нет, я хочу зарабатывать сама эти деньги. А-а-а, вот-вот-вот-вот-вот-вот. То есть мне не хватает для полного счастья возможности каждый месяц зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц на текущий момент? Ну, наверное, так, да, да. Вот отлично, туда идем, идем в этот страх. Итак, а теперь нам нужно найти причину, потому что зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц вам сейчас мешает что? Какое-то ограничение, да? Ну, довольно конкретное, как мне кажется, ограничение. Ребенок растет, нужно быть рядом. Вот такое. Еще раз посмотрите. Ну, ребенок, ребенок еще маленький, и нужно быть рядом. То есть я не могу как-то свободно заниматься даже дизайном интерьеров, собственно говоря, почему я его забросила. Ребенок пошел в школу, и надо больше внимания было. Итак, друзья, что мы сейчас делаем? Обратите внимание. Мы сейчас ставим самую важную цель в жизни лоры. Ну, на текущий момент для полного счастья. Лора хочет зарабатывать 100 тысяч рублей. Но есть препятствия. И мы сейчас это препятствие не просто нашли. Мы сейчас будем находить то ограничение, которое живет в голове лоры. Какой таракан мешает лоре сейчас зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Но первый вопрос, который мы задаем сейчас, это вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, Лора, во-первых, сколько ребенку? Одиннадцать. Месяц? Нет, лет. Одиннадцать лет, и ребенок вам мешает зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Я, извините, что я так удивляюсь. Ну да, а почему правда вы удивляетесь? Да, хорошо, сейчас расскажу. Это я удивляюсь, потому что это же мой опыт. Да, тогда задаю вопрос. Собственно, ключевой вопрос, Лора. Есть ли на планете Земля какая-то женщина вашего возраста, у которой есть 11-летний ребенок, и которая зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц? Да полно таких. Все вокруг такие. То есть все вокруг, кроме вас? Да. Тогда вопрос. Теперь внимание. Что вам мешает делать так же, как всем остальным женщинам, которые зарабатывают, что вам лично мешает? Прямо продолжите фразу. Вот все зарабатывают с 11-летним ребенком, а я нет, потому что... И продолжите эту фразу. Потому что если я оставлю его без внимания, я буду считать, что я плохая мать. Отлично. А вот и страх мы нашли. Друзья, все видят страх. То есть если я буду зарабатывать деньги, а не уделять время ребенку 11-летнему, то я буду плохой матерью. Это страх? Согласны? Согласна. То есть остальные, видимо, так не думают, а вы так думаете, да? Остальные плохие мамы? Ну, все, кто зарабатывает. Как вы думаете? Ну, может быть, у них есть кто-то, кто помогает. Мамы, бабушки, дедушки. У меня нет никого. А это другой страх. Это мы сейчас туда еще доберемся. То есть получается, что есть такие женщины, которые и деньги зарабатывают, и у них дочка есть. У вас сын или дочь? Сын. Сын. И сын. У них есть 11-летний. И они, посмотрите, они деньги зарабатывают и хорошими матерями являются. Правильно? Есть такие? Да, полно. Полно. Поэтому то, что вы не зарабатываете, и то, что у вас нет помощницы, няни, кухарки, домохозяйки или кого-то еще на подхвате, это же тоже только ваши ограничения. Потому что вы можете зарабатывать денег, чтобы еще у вас была кухарка, домохозяйка, водитель, который будет возить ребенка. Тогда это не 100. Нет, я понимаю. Тогда это не 100, например, а 200 или 300. Потому что вопрос суммы – это только вопрос вашей нормы в голове. Но, окей, нам достаточно 100 тысяч. Мы пока не будем на большие суммы двигаться к ним. Давайте с этим разберемся, хотя бы со 100 тысячами. Итак, нам нужен страх. Страх мы нашли. Нам теперь нужно найти момент, когда этот страх в вашей голове появился. Как вы думаете, откуда берется страх в голове? Страх, что я буду плохая мама? Ну, скорее всего, когда кто-то говорит тебе об этом, что ты должна вот это делать, и тогда ты хорошая. Совершенно верно. Если ты это не будешь делать, ты плохая. Смотрите, страх – это мысль. Но глубинный страх глобальный, который нас сдерживает, это не просто мысль. Это уже подсознательная установка. Это как якорь, который сидит, знаете, как корень, который бросся уже в землю. И вы можете зарабатывать. У вас вообще нет проблем зарабатывать. Вы талантливая, умная, красивая, успешная женщина. Вы эти 100 тысяч будете зарабатывать уже через месяц, через два, через три. Тем более все для этого есть у вас ресурсы, таланты, умения, навыки, голова, две руки. Есть куча инструментов. Если нужно, там наши инструменты помогут вам зарабатывать и 100, и 200, и 300, и так далее. Но вы этого не делаете, потому что страх вас удерживает глобальный. Итак, страх возникает в прошлом, в виде какой-то ситуации, когда впервые этот семечко было посеяно, и потом проросло. И мне нужно сейчас помочь вам найти факт. Скажите, пожалуйста, что такое факт? Факт возникновения страха. Это ситуация, в которой вы были либо участником, либо свидетелем. Но когда у вас была яркая эмоциональная вспышка и мысль, что зарабатывать деньги, когда есть ребенок, даже взрослый, это плохая мама. Вот нужно найти этот момент. Попробуйте сейчас отмотать свою жизнь и увидеть момент, когда впервые у вас появилась эта мысль, что если я буду зарабатывать деньги, я буду плохой мамой. Скажите, когда у вас впервые появилась эта мысль? Нужен образ, нужна картинка, нужна ситуация. Кто вам впервые это сказал? Или где вы это увидели? Либо услышали, либо увидели? Не знаю, может быть, так было принято в той семье, где я родила этого ребенка. Что женщина, если родила ребенка, должна быть с ребенком, не должна зарабатывать. вспоминайте первую ситуацию. Опять-таки, нужно отматывать как кинопленку свою жизнь. Если у вас этого навыка нет, это очень важный навык видеть будущее и видеть прошлое. Потому что строить светлое будущее можно только в том случае, если вы умеете видеть прошлое, и вдруг, если там есть хоть один негатив, где вы были свидетелем или участником, и вы можете его убрать. Это то, что мы изучаем в нашей академии. Попробуйте видеть. А, возможно, бывший муж пенял на свою мать, которая очень много зарабатывала, но не занималась им. Может быть, вот это? Пока, до тех пор, пока вы думаете, что может быть, ну, нормально. Это если вы первый раз такую практику делаете со мной, то, возможно, вы еще пока это не видите. Но этот навык, который мы сейчас делаем, его можно тренировать. То есть любого таракана, любую мысль, которая возникает в голове, ее можно раскручивать и видеть факты. Это просто, это называется навык вытаскивания занозы. Итак, давайте вспомним этот факт. Итак, прям вспоминайте картинку. Что говорит бывший муж? Прям вот реально, видите вот образ. Бывший муж говорит мне, что... Давайте. Лора. Я не могу, честно говоря, мне очень сложно. Такой клубок, я даже не знаю, за что дернуть. Потому что я боюсь, боюсь туда погрузиться даже, честно говоря. А почему вы боитесь туда погрузиться? Почему вы боитесь идти в прошлого мужа? Бывшего мужа? Потому что я не знаю причины, по которой он меня оставил. Вот. Вот, смотрите, какая интересная штука. Сейчас мы туда еще придем. Вы в любом случае туда придете. Потому что если женщина не знает, почему ее оставил мужчина, или бросил, или унизил, или оскорбил, или предал, то это глобальный страх, и пока его причина не познана и не превращена в ценность, у этой женщины, ну, у этой женщины просто может возникать ограничение в виде потери денег или ограничения денежного потока, либо ограничения потока любви. Мы сейчас еще об этом поговорим. Но сначала вспомните момент, когда бывший муж вам это говорил. Что он вам сказал про маму? Прямо четко назовите эту мысль. Что он сказал? Ну, что бабушка должна быть бабушкой, а мама должна быть мамой. Итак, а что значит конкретно, что значит мама должна быть мамой? То есть мама должна не работать и следить за детьми, правильно? Да, да. А теперь внимание. Теперь сейчас будет самый интересный эффект. Смотрите. Вы хотите быть счастливой и зарабатывать... Для вас сейчас счастье, это я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц. Несмотря на то, что у меня есть 11-летний сын. Но я этого не делаю, потому что я боюсь, что я буду плохой матерью. Потому что когда-то мой бывший муж сказал мне о том, что если женщина не является полноценной домохозяйкой и не следит за детьми, то она плохая мать. И я ему поверила. Более того, эта установка проросла и закрепилась еще и потому, что ваш муж от вас ушел. И вы не знаете почему. То есть корневая причина, корневой страх, он еще глубже. Он находится в том, что я не знаю причину, почему мой муж ушел. От меня. Несмотря на то, что вы старались быть хорошей матерью. Правильно? Да. А вот, собственно, и весь клубок. То есть вообще глобальная вся эта история приходит в момент потери любви. вашего мужчины. Итак, вы с ним прожили, как я знаю, 16 лет, да? Да. 16 лет вы с ним прожили. И теперь назовите мне факт ухода. Как это произошло? Прям просто факт. Вот факт, который причинил вам жуткую боль. Ну, он уехал в командировку и больше не вернулся. То есть он бросил вас из крыла? Да. Своего сына? Да. Ну, как он говорил, ситуация сложилась так, что он не может вернуться. Он банкрот, там большие потери и так далее. Я не хочу, я не знаю ничего. Детали, не знаю. То есть вы даже не знаете деталей. И вот сейчас, и сколько это лет назад произошло? Уже 6 или 7. 7. 7 уже, да, 7 лет. То есть 7 лет назад произошла вот такая ситуация. И скажите, какая мысль у вас после этого появилась? Вот прям озвучьте ее. Ну, что он предатель. Он предатель. Он живой? Он жив? Да. Его можно, ну, как бы теоретически с ним как-то выйти на связь, на контакт? Ну, у нас не получается разговора. Там взаимные упреки и какие-то. Ну, даже, ну, как бы я молчу. Я замалчивала какие-то проблемы, сглаживала, принимала все как есть. Ну, вот такая вот мягкая как бы. Хотя я не мягкая на самом деле. Я просто дорожила этими отношениями. Была честна. И я не понимаю причины. Вот. А теперь, смотрите, мы нашли два факта. Я сейчас, те два факта, которые я вам назову, они могут полностью изменить вашу жизнь. Сначала немножечко раскручу вам еще клубок. Как вы думаете, может ли мужчина, который любит свою женщину и своего ребенка, уехать, бросить и предать? Да нет, конечно. Нет. А теперь ключевой вопрос. Почему он вас разлюбил? Ну, там еще измены были, которые я тоже принимала. Вот за это разлюбил я. Его измены. Да. Раскручиваем дальше. Смотрите, все, что произошло, почему он вас бросил и вас и сын, произошло раньше. То есть мы заматываем узлы и потом не можем их развязать. Потому что когда вы говорите, что вы сейчас не можете развязать узел, и вы даже не можете с ним поговорить нормально, как два взрослых, разумных, взаимоуважающих человека, и у вас взаимные упреки. Это все копилось 16 лет. И нам нужно найти факт зарождения этого большого конфликта, из-за которого он уехал. Но причина была в другом. Потом перед этим были измены. Но и у измен есть причины. Идем дальше. Он мне изменял, потому что... Мне нужен факт. Он не любил меня. Он меня не любил конкретно, потому что... Я ему неровня. Конкретно. Что значит неровня? Вы ростом ниже его? Мне конкретно. Мне нужны только факты. Статусом. Вы ниже его статусом? Ну да. Вы же муж и жена. Вы же жена и муж были 16 лет. Что значит ниже статусом? Поясните. Ну, он говорил мне прямо в лицо, что он благородных кровей, а я нет. А вот это факт. Все. Это самое начало. То есть, когда вы шли в ЗАГС, он в ЗАГСе одел вам кольцо и сказал, ты не неровня, да? Или когда это произошло? Нет, позже. Через сколько лет? Года через три. А теперь вопрос. Когда вы в ЗАГС пришли, вы любили друг друга? Мне кажется, да, все было очень хорошо. Скорее всего, любили. Ну, скорее всего, любили. Ну, не насильно же вы пошли туда, правильно? Ну, я любила. Ну, если мужчина пришел в ЗАГС, то, скорее всего, его не под дулом пистолета туда привели. Правда? Ну, может быть, других вариантов не было. Понравилась история. Ну, трудно. Смотрите, когда мужчины, когда две мышки встречаются и идут в ЗАГС, им обеим выгодно, правильно? Этим мышкам. Да. Да, все, точка. И вдруг одна мышка другой говорит через три года. Ты знаешь, я что-то так подумала. Что-то ты как-то мне неровня. Что-то ты каких-то кровей неблагородных, вообще неголубых. Как вы думаете, почему эта мышка так говорит? Хочет унизить. Да, совершенно верно. Она хочет унизить, принизить, а себя вознизить. Манипулировать. А почему она это делает? Вот там корень. Это корень. Вот то, сейчас, куда мы идем, это самый настоящий корень. Все эти цепочки событий, которые мы сейчас раскучиваем. Хочет обладать. Потому что мышка женского пола стала неинтересна. Она стала и превратилась из источника наслаждения, в источник боли. Понимаете? И тогда мышка другая, мужского пола, она начинает придумывать всякие оправдания. Там у тебя кровь не такая, там ты, ну там, ноги у тебя недостаточно прямые, или ты толстая стала, или кровей ты не тех. Ну там, каждый мужчина придумывает свою историю, почему ты не такая. Ну, причина всегда одна. Он эту мышку не хочет, не любит, она ему неинтересна. Она ему невыгодна, эта мышка. Ну, почему бы не объяснить это и не расстаться? Зачем при себе держать? Хороший вопрос. Большинство людей на планете Земля, сейчас лора, не умеют разговаривать, договариваться и любить. Просто не умеют. И поэтому мышки умеют манипулировать, игнорировать, обижать, обижаться, терпеть, жаловаться, жить несчастными, мучить друг друга, страдать, предавать, изменять, оскорблять, унижать. Вот это все умеют хорошо. А любить, ценить, приумножать любовь, благодарить, договариваться, видеть хорошее, ценить, заботиться, обеспечивать, брать ответственность. Этого, к сожалению, большинство мышек не умеют. И поэтому происходит вот такая цепная реакция. И происходит сначала измены, потом бросают, потом, а каждое событие негативное, оно что сейдет? Оно сейдет в страх, неуверенность. Понимаете? А проявляются эти страхи в виде уже текущей ситуации, где я не зарабатываю деньги, где я боюсь быть плохой, потому что когда-то меня унизили, оскорбили, я теперь говорю, а вдруг я опять буду плохой, потому что я снова вышла замуж, и вдруг я сейчас буду плохой мамой и снова потеряю его, очередного мужа. Вы сейчас видите эту связку или нет? Ну, почему я пришла? Я хочу сохранить отношения, которые сейчас, поэтому я хочу разобраться с прошлым. Совершенно верно. Возможности поговорить с бывшим мужем у меня нет, поэтому я не могу разобраться с этим сама. Она есть. Подождите. Она есть. Это вы просто не знаете, как этого факта достичь. То есть, смотрите, у нас есть такой принцип в Академии. Пока мы живы, мы можем все изменить. Вы согласны с этим принципом? Согласна. Вы согласны, что, скажите, есть на планете Земля женщина, которая смогла договориться с бывшим мужем, с которым они были врагами, и поговорить по душам? Ну, конечно. Значит, я не хочу. Значит, вы не хотите, вы не хотите и вы боитесь. Вы боитесь узнать правду. Она будет болезненная. Она будет очень болезненная для вашего эргенератора. Боли было много. Очень было много боли. Конечно. И вы не хотите идти в эту боль. И мы начали с вами с очень простой ситуации. Я хочу зарабатывать 100 тысяч, но я боюсь быть плохой мамой. А боюсь я быть плохой мамой, потому что боюсь потерять текущего мужа, настоящего. А боюсь я его потерять, потому что я не знаю, почему ушел тот бывший, с которым я прожила 16 лет. И я не знаю, почему он ушел, я не знаю, почему он изменял, я не знаю, почему он меня через 3 года после свадьбы сказал, что я ему не ровня. И вот там ответ. Именно в том факте, который произошел, получается, 7 плюс 13, 20 лет назад, вот в том факте ответ. Именно в тот момент появился страх, который прорастал 20 лет. И если вы найдете ответ, а вы можете найти ответ, и мы можем вам помочь найти ответ, что вы делали первые 3 года со своим мужем, тем предыдущим, что привело вас в точку, когда он вас разлюбил. И когда вы в тех моделях поведения своих увидите конкретные свои качества, установки и привычки, то есть привычные модели поведения, которые привели к изменам и тому, что вас предали, и вы поймете, что это просто мощнейшая ценность, и вы начнете, и более того, вы увидите, что вам необходимо себе встроить, чтобы, во-первых, испытать благодарность к тому мужу, который вас бросил и предал, чтобы просто с ним спокойненько поговорить, а вы увидите, как только вы увидите ценность, он захочет с вами поговорить и встретиться. Вы увидите, насколько это легко. Но это еще не все. Вы поймете, у вас появится абсолютное доверие жизни мужчинам, уверенность в себе, в том, что текущий муж вас не бросит, и вы с этой уверенностью, благодарностью и ценностью спокойно пойдете зарабатывать деньги, при этом будет сын счастлив, муж будет счастлив, и вы будете счастливы, и бывший муж будет счастлив, потому что вы друг друга простили, поговорили и отпустили прошлое. Вот это то, чем занимаемся мы, Академия КУП-8. Мы помогаем людям выстраивать счастливое будущее, избавляясь от темного прошлого, в котором были созданы страхи, которые сейчас, надеюсь, вам очевидны. Ну, так я впервые озвучила, тем более людям, которых я не знаю. Все ли понятно, что я говорил? Давайте выводы сделаем, и мы будем сейчас делать следующий раз. Вы знаете, у меня упал звук, значит, то, что вы говорите, очень важно. Сильно упал звук, мне кажется, я потеряла часть. Я пересмотрю потом. Если вы потеряли звук, и у вас заглючил интернет, значит, именно в этот момент я попал в самый жирный страх, который может полностью изменить вашу жизнь, если вы его уберете. Потому что этот страх вредный, этот страх мешает вам быть богатой, счастливой, здоровой, любящей и любимой. Потому что прошлый опыт это либо просто набор хлама в виде обид, страхов, разочарования и боли, в которую мы не хотим идти. Либо это пройденные уроки и ценности. Я сейчас просто нашел вот этот, ну, я помог вам найти этот факт, когда все произошло. Вам нужно туда пойти и понять ценность. Я вам искренне рекомендую прийти на ревизию жизни. Искренне рекомендую, потому что вы полностью поменяете свою жизнь, вы увидите, как вы создавали ту жизнь, ту точку, в которой вы сейчас находитесь. Прямо, вот прям увидите причину-следственную связь. И вы все сможете поменять. Вы полностью сможете перепрошить прошлое. Это делается очень быстро. То есть, одна технология делается примерно час. То есть, за час можно найти свой корневой страх, точнее, найти факт А, факт Б в прошлом, когда появился страх, и найти ценность в этой ситуации. Найти ценность, и вы увидите, что вы можете поговорить с бывшим мужем, с бывшим мужем, выяснить, почему он вам начал изменять. Прям четко, он вам прям по полочкам все расскажет. Прям вообще, прям, как дважды два четыре. Вы четко поймете, что вам необходимо в себе подкорректировать, какие модели поведения, чтобы ваш нынешний муж был счастлив, ребенок был счастлив, а вы счастливы и зарабатывали сто тысяч месяцев. Все понятно? Да. Все. Удачи. Благодарю вас. Пожалуйста, приходите, мы все вам поможем. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Да, значит, у нас поднял руку, значит, я не знаю, кто это, сейчас я там разрешу говорить, SD777. Заходите, кто вы? Здравствуйте, Андрей Антонов. Здравствуйте. Это Софина, доктор Софина в инстаграме. Доктор Софина? Да, да, косметолог в лодке Гульнаракы, наверное, и Сухрапа меня соединила сюда из Ташкента. Да, отлично. Итак, вы доктор, а вы доктор, какой доктор? Доктор красоты, косметолог, доктор красоты, вы доктор красоты, отлично. Мы с вами коллеги, мы тоже доктора красоты, но только внутренне. Мы помогаем людям облисти счастье. Да, один раз мы с вами были в связи через Zoom, когда я была в больнице, если помните. Да, да, помню. Так, ну что, давайте ваш вопрос, я помогу найти вам самый страшный страх ваш. Хорошо, у меня сегодня встреча с спонсором, который я очень долго ждала, и только три дня назад сделала решение отказаться от кредита и найти спонсор, чтобы нашел сам спонсор меня, и он хотел сделать мне то, что хочу для роста моего карьеры. я нашла, и он нашел меня, у меня сегодня встреча вечером, вчера он отменял, сегодня я должна встречаться. У меня страха не знаю где, но очень много мыслей, даже я просудилась за то, что как сказать, волнение или недоверчивость, что ли. так, и? И? Что вы хотите? Так, я хочу готовиться к этому встречу, какие мне нужны настройки, какие... Я вам помогу, я понял, много мыслей, я вам помогу. Просто слушайте мой голос. Хорошо. Подышите, выпейте водички, расхватитесь. Все, все, понятно, все. Я могу отключить микрофон? Нет, давайте с микрофоном, да, давайте сейчас поработаем. Итак, первое, с чего мы всегда начинаем. Что для вас сейчас самое главное, самое важное в вашей жизни прямо сейчас? Прямо сейчас? Ну да, то есть с этим спонсором контракт заключить? Для вас это важно? Для меня это не важно, но это нужно для того, чтобы сделать то, что мне важно. для чего вам нужен этот спонсор? Я хочу увидеть большую цель. Какая у вас самая большая цель, ради чего вам нужен этот спонсор? Большая цель у меня я сделала типа контракт с клиникой, в которой я хочу работать. Туда надо оплатить аренду, расходы для препаратов. Просто мне общий конкретный результат. Что это? Большой работающий бизнес, приносящий мне, например, миллион долларов в год. Какая большая цель у вас? Я правильно понимаю, что мы сейчас идем по направлению бизнес? Правильно? У меня был этот бизнес план, но я три дня назад отменяла этот бизнес план. Софина, и так, назовите мне вашу большую цель через год. Что через год вы хотите достичь в бизнесе? Для чего вам нужен спонсор? Сначала мне нужно в личном фронте исправить какие-то недостатки, потом решила это сделать бизнес. Вот в чем дело. Я хочу пока в клинике работать и зарабатывать в месяц 10 тысяч долларов. У меня такой цель сейчас. у вас заработать в клинике и зарабатывать 10 тысяч долларов, правильно? Да. Окей, это ваша цель. Замечательно. Зачем вам нужен для этого спонсор? В данном положении у меня нет средств для того, чтобы начать. Я только что прилетела из Турции в Ташкент, а теперь здесь заново хочу все начать. Как можно сказать, у меня сейчас нет средств для этого. То есть вам нужен этот спонсор для того, чтобы вы через год зарабатывали 10 тысяч долларов в месяц работая в клинике? Да. И без этого спонсора вы этого не достигнете? Без этого спонсора я бы могла достигать, но у меня есть долги. Так как сейчас у меня есть долги, если я буду рекламировать свои работы, свои как бы то, что я в Ташкенте, они начинают меня задевать, опять просить. Для этого я сначала хочу от спонсора получить деньги для препаратов, за неделю я могу сделать оборот через рекламу и все должники закрыть, до конца месяца я хочу уже спокойно быть на своем волне, которой я работаю кайповая, понимаете? рекламы, съемки. Замечательно. У вас очень, вы очень умная, очень, я уверен, талантливая, вы прекрасный доктор, но у вас очень много мыслей. Да, правильно. Очень много мыслей. Нам сейчас нужно найти самый главный страх, который вам помешает через год прийти к 10 тысячам долларов. Правильно? Самый главный страх ваш. Я помогу найти. Так вот, что сейчас для вас самое важное для того, чтобы у вас через год было 10 тысяч долларов? Первое, вот самое важное, одно что-то. Вы говорите через год? Да, через год вы зарабатываете 10 тысяч долларов в месяц. Что вам сейчас? Или я не так понял? Нет, через год я хочу иметь свою собственную квартиру, в которой я хотела сделать свой идеальный ремонт, комната своей дочки, комната для себя, 10 тысяч хочу зарабатывать за месяц после августа, сентябрь, октябрь, декабрь, каждый месяц. Хорошо, тогда я понял. То есть, вы хотите через год иметь квартиру замечательную, это все здорово, квартиры, машины и все остальное, путешествия, это следствие, следствие того, что вы зарабатываете деньги. Соответственно, вы хотите в октябре зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, правильно? Да. Отлично. Итак, сейчас мы найдем страх, который вам может помешать зарабатывать эти деньги в октябре. Слушайте внимательно мой голос, я забуду задавать вопрос. Угу. Что вам в первую очередь необходимо сделать, что-то одно, но самое важное, чтобы через два месяца вы смогли зарабатывать 10 тысяч долларов? мне не бояться принимать клиентов там, где сейчас мне не нравится. Не бояться принимать клиентов. Это единственное, что вам нужно сделать сейчас самое важное, чтобы через пульфометр... Да, где сейчас я работаю, мне не нравится. И плюс у меня препаратов нет. я хочу... И каждый клиент приходит, я делаю вклад каждый день, а не каждый месяц. Софина, послушайте меня, пожалуйста, еще раз задам вопрос. На него давайте тогда так, три ответа. Я понял, что у вас очень много мыслей, но мне нужно четко три мысли, четко, еще раз, четко три мысли, три тезиса. Для того, чтобы через два месяца у меня были 10 тысяч долларов в месяц. мне нужно три вещи. Просто четко первое, избавиться от страха, то есть не бояться принимать клиентов, первое, я понял, второе, что еще нужно? Закрыть все долги. Закрыть долги, второе, и третье? Третье, сделать себе отдельную квартиру, хотя бы в аренду, чтобы я могла собраться с мыслями. Мои родители разведенные, я понял, да. Идем дальше, слушайте мой голос. Три вещи вам нужно сделать. Не бояться принимать клиентов, избавиться от долгов и снять квартиру, чтобы вам никто не мешал работать. Да. Что из этого самое важное? Самое важное? Сейчас дальний момент. Да. В первую очередь квартиру, потом долги, потом... То есть в первую очередь вам нужно снять квартиру, правильно? Ну, даже... Да. Вам что-то мешает снять эту квартиру? У вас есть какое-то препятствие? Можете прям завтра ее снять? так... Я могу, если сегодня... Короче, три дня уже у меня отменяются клиенты, которые минимум 300 долларов я могу зарабатывать за день. Вот. Я их теряю из-за своих страхов или настроек. если бы... Получается, что вы сейчас теряете... Вы не можете снять квартиру, потому что ключевой страх это страх потери клиентов. Итак, идем туда, ищем корневую причину страха потери клиентов. Потому что деньги это следствие наличия клиента. Квартиры, машины и все остальное это следствие наличия денег. Поэтому деньги, клиенты и ваши либо страхи, либо ваша уверенность. Итак, давайте найдем ваш страх. Слушайте мой голос. Я боюсь, я теряю клиентов, потому что... Или я боюсь потерять клиентов, потому что... Потому что я не работаю с с запасными препаратами или коллектив, который сейчас я работаю, который я сама открыла студию и улетела в Турцию, и когда я приехала, они, мои работники, не хотят меня принимать, и я уже отказываюсь от этого коллектива и от этого помещения, которое открыла студию, потому что она не соответствует для косметологических, хирургических этих этих работ. А теперь все, что вы сказали, одной фразой. Я теряю клиентов, я боюсь потерять клиентов, потому что... И одной фразой, короткой, два-три слова. Потому что... Потому что у меня... Одно, самое важное. помещение... Помещение... Так, боюсь потерять клиентов, потому что... Помещение не соответствует медицинской деятельности? Так, потому что помещение не соответствует той деятельности, на которую будут клиенты с удовольствием покупать. Да. Окей. Идем в причину. А почему у вас помещение не соответствует? Потому что это была студия для дэшмейкеров. А когда я уехала, они сделали там салон. А сейчас как бы... И... Где работает как в рейхмахерше, и я, почти у нас нет стен. А теперь просто все это одной фразой. И я... И арендатор... Да, одной фразой. И арендатор не хочет сделать этот... Это помещение как для меня медицинский стандартным. Она хочет просто сдать их много фрикмахерам. И чтобы... Итак, Софина, теперь вот все, что вы перечислили, ищем корневую причину. Я не имею нормального помещения для клиентов, чтобы я была уверена в приеме клиентов. То есть вы хотите быть уверены, чтобы клиенты пришли, купили, пришли, купили, пришли, купили. Да. Поэтому. А у вас нет помещения. У меня нет помещения, потому что... И одна фраза, одна корневая причина. Ключевая. Потому что... Можно повторять? Повторю. Для того, чтобы у вас была уверенность и было много клиентов... Я хочу кабинет в клинике. Вам нужен хороший кабинет. В клинике. И вы сейчас скажите, у меня нет хорошего кабинета, потому что... и назовите причину. Одну. Коротко. Потому что у меня нет средств. Потому что у меня нет денег на хороший кабинет. Да. А у меня нет денег, потому что... Потому что я не принимаю клиентов, где сейчас я работаю. Замкнутый круг. Что? Что является причиной, а что следствие? У вас кабинета нет, потому что нет клиентов, а клиентов нет, потому что нет кабинета. Да. Что важнее? Так. Я могу сделать одно. Принимать клиентов для бровей, не косметологии, и от бровей зарабатывать деньги на аренду клиники. Я могу туда переходить за один день или за два дня и начать работу. Итак, ключевое решение. Для того, чтобы вы были уверены, что у вас будет много клиентов, а соответственно будет много денег, какие первые два шага вы сделаете? Самые важные, два действия. Я не поняла вопрос. Чуть. Повторю вопрос. Что вы сейчас сделаете в первую очередь, чтобы вы были уверены, что у вас будет кабинет и клиенты, и деньги, соответственно? Что вы сейчас сделаете? Я сделать хочу. Вы знаете, все время я, если бы у меня не было долгов, у меня бы все было в шоколаде. У меня столько идей интересных, креативных, а вот все время мне мешает. Тогда идем дальше. Я понял. Смотрите, какая штука. Софина, мы учимся управлять мыслями, потому что самое важное для того, что иметь все, что вы хотите в жизни, деньги, богатство, любовь, счастливую жизнь, нужно научиться управлять своими мыслями, потому что мысли формируют реальность. И есть такое понятие ступор, это когда мы вообще не понимаем, что мы думаем, а есть такое понятие, как ментальная диарея. Это когда идет поток мыслей, и мы не можем его остановить. Так вот, для того, чтобы управлять реальностью, нужно управлять мыслями. Ну, мы сейчас, в принципе, этим занимаемся. Я вам очень рекомендую побыстрее обучиться в нашей академии для того, чтобы научиться управлять этой реальностью, потому что ваши долги это следствие ваших мыслей неуправляемых. Вы это понимаете? Да. Давайте найдем корневую причину ваших долгов тогда. Итак, я в долгах потому что и главную причину. Потому что я вкладывалась, ну, как бы, я вкладывалась там, туда, где не было обязательно. Я помогала подругам, мне помогала своим работникам, я тратила деньги для того, чтобы мама построила дом скорее. Когда она участок строила, я ей много денег дала, я не перерасчитывала, у меня много было доходов. Замечательно. Вот все, что вы сказали, вы помогали подругам, маме, мама построила дом, вы всем помогали, а вы в долгах. Назовите корневую причину. Я в долгах, потому что я какая? Я что делала не так? Я боюсь быть ненужным. Как будто если у меня не будет денег, я буду никому не нужной. Совершенно верно. Ваш корневой страх глубинный быть ненужной. Вы боитесь быть плохой, вы боитесь быть брошенной и ненужной. И поэтому вы стараетесь для всех, кроме себя. А желание быть хорошей, для всех, это прямой путь к бедности. То есть, чем больше вы думаете о других, это не значит, что не нужно думать о других. Это значит, что нужно правильно управлять своими мыслями в первую очередь сработать о себе. В первую очередь думая, как правильно распланировать свою жизнь так, чтобы я была богатой, а потом уже я помогаю всем остальным бедным и обездоленным. Или родителям и подругам. То есть, мы учимся управлять своей жизнью так, чтобы вы были в первую очень счастливы. Знаете, такой принцип спасая себя и вокруг спасутся тысячи. Так что, ваш корневой страх мы нашли. Он понятен сейчас? Да, я поняла. Как его убрать? Точнее, давайте найдем момент, когда он у вас появился. Почему вы боитесь быть ненужной? Я знаю. Я знаю, потому что все время, даже на этих днях, мои родители все время обвиняют. Я как я узнала себя, они называли меня как на русском будет. Очень был ребенок неспокойный, да? Критика родителей и каждый день вот так ты делаешь неправильно. Они же исламская семья, так грех. Ты одеваешься так, ты делаешь вот так, ты неправильная, ты такая, ты такая, тебе вот эта ресница зачем, тебе зачем эти губы, тебе зачем вот эти волосы, зачем так краситься, понимаете? А теперь вспомните, да, я понимаю, что родители вас осуждали и критиковали, я так понимаю, практически всю жизнь, да? Да. А теперь вспомните самый яркий факт, самый яркий из прошлого, может быть, вы еще маленько были, когда произошло очень дикое такое неприятное осуждение, когда они вас осудили. Просто назовите этот факт. Что произошло? Произошло так. Ну, прям любую, прям яркую картинку, когда вам было больше всего неприятного, ну, прям неприятного было. Когда? Мне казалось, как будто мама ревнует отца от меня или что-то такое, они, она всегда сделала так, чтобы папа меня ругал, бил. вспомните этот момент. Скажите, что произошло просто на картинке? Ну, как я делаю свои уроки, сижу у зеркала, да, а мама меня орет, я сейчас позвоню папе, я скажу, что ты неправильная девочка, я сделаю, чтобы он тебя отвез к бабушке, я не хочу, чтобы я, я не хочу, чтобы ты здесь у нас жила, и меня отвезли к бабушке, которая меня с 12 лет дома, как дедушка, бабушка, мне учили читать Коран, Ислам, и дедушка... Да, Софина, вот именно в таких сценариях кроется наш корневой страх, страх быть плохой и ненужной, брошенной мамой, брошенной папой, и если мы всю взрослую жизнь потом пытаемся доказать кому-то, а в первую очередь маме, папе, или даже себе, что я хорошая девочка, это приводит к долгам, к бедности, к потерям здоровья, к потерям отношений и так далее, вот чтобы этого не происходило, давайте прям этот факт поменяем, попробуем начать менять, вы сидите, делаете уроки, заходит мама и начинает орать, какой новый образ мы создаем сейчас в нашем подсознании, давайте я вам подсказку сразу дам, заходит мама, начинает на вас орать, а вы, вы создаете следующий спектакль в своей голове, в своем подсознании, я спокойная, уверенная, любящая маму, любящая себя, обняла маму, я говорю, мамуль, слушай, давай спокойно, я сейчас все сделаю, не надо, не надо на меня кричать, не надо манипулировать, я сейчас разберусь, я сделаю уроки, все будет хорошо, поцеловали, обняли, и мама пошла заниматься своими делами, то есть, вы создаете новую картинку в своем образе, что вам не нужно никому ничего доказывать, конечно, то, что я сейчас вам рассказываю, это процесс, вот процесс формирования нового качества, новых навыков и новых установок, если вы, если вам больше 30 лет, то понятно, что за неделю вы эти навыки сразу не сформируете, но у нас, в принципе, фитнес-клубы в академии, поэтому вы сможете, вот поменяя вот эти факты, маленькие, ну там, мы их поняли, что было там сотни и тысячи, вы сможете настолько закрепить свою уверенность в себе, свою самооценку, свою независимость от мнения других людей, потому что это просто навыки, которые можно тренировать, и для вас, вы увидите, как вы избавитесь от долгов, как вы спокойно пойдете к этому спонсору без страха, потому что вы боитесь быть плохой перед спонсором, вы боитесь быть плохой перед подругами, перед клиентами, а когда вы боитесь быть плохой перед всеми, люди от вас будут убегать, они будут от вас шарахаться, от вас будут уходить клиенты, от вас будут уходить спонсоры, Потому что страх у вас обоснованный, он действительно имеет под собой вот этот корень, который мы сейчас нашли. Вы понимаете? Вы сейчас видите этот корешочек? Да, да, как будто я заново очнулась. Все, его нужно убирать. То есть нужно просто встраивать новые навыки, привычки, качества, меняя сценарий прошлого, и вы будете увидеть, как будет меняться ваше будущее. Спасибо вам. Если что, пересмотрите это видео и приглашайте своих друзей в нашу игру. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я вам желаю удачи и жду вас в Академии. Так, друзья, кто следующий? Сейчас, спасибо. Давайте поднимайте руку. Да, Софина, спасибо вам. Да, такой долгий получился разбор, потому что, видите, мыслей много. Мыслей много. Сивара, кстати, могу разобрать твою ситуацию, твой страх. Кстати, твой страх не получить результат. Можешь что-то, кстати, поднять руку, мы разберем. Тот вопрос, который ты задала в чате, в Телеграме, я могу сейчас с тобой прям в прямом эфире его разобрать. Друзья, кто хочет, поднимает руку. Так, Руслан хотел, да? Руслан. Ну, давай, Руслан, твой страх. Руслан, найдем сейчас твой страх. Нам мужчины нужен один. Так, давай. Твой страх. Ищем. Друзья, ищем корневой страх. И ситуацию, когда он у вас в вашей жизни появился. У нас еще есть 10 минут. Руслан, Здравствуйте всем. Как вы с меня? Итак, начинаем с волшебной палочки. Чего тебе сейчас не хватает для счастья, в первую очередь? Мне не хватает для счастья. Да. Самое главное. Самое главное это денег. Денег? Окей, всем не хватает сейчас. Ну, в большинстве у них хватает денег. Итак, отчего ты боишься? Какое что тебе мешает иметь много денег? Самое твое, ну, прям, давай сразу двигаться в страх. Что тебе мешает? Что тебя волнует? Что ты переживаешь? Почему у тебя не будет денег? Почему ты боишься, что у тебя не будет денег? Завтра много. Боюсь потерять денег. Слышно? Еще раз, тебя плохо слышно. Громче говори. Сейчас. Микрофон боюсь. Боюсь потерять деньги. Вообще перестал слышать. До этого хоть как-то было, сейчас вообще еще хуже. Сейчас. Вот сейчас нормально. Говори в микрофон. Что ты боишься потерять? Деньги. Боюсь потерять деньги. Так ты же говоришь, что у тебя их нету. Что, ты боишься потерять деньги, хотя у тебя их еще нету, что ли? Есть деньги. В принципе, деньги всегда есть. А, окей. То есть, ты боишься потерять деньги, да? Какие деньги ты боишься потерять? Боюсь потерять большие деньги. Смотри, ты сказал, что мне не хватает денег, ты сказал. Да, не хватает больших денег. Не хватает больших денег. Но при этом ты их... То есть, ты боишься потерять того, чего у тебя еще нет? Просто поясни, пожалуйста. Я не пойму, чего ты боишься потерять. Да, боюсь потерять. Ну, почему у меня этих денег нет? Потому что, наверное, я еще не умею ими обладать. Каждый раз, когда приходят деньги, я как-то вкладываюсь и теряю. О! А вот и... Смотри, ответ прям очень близок. У нас нет денег, действительно, потому что мы боимся их потерять. То есть, мы боимся либо их не заработать, либо мы боимся их потерять. То есть, мы боимся, что мы не сможем заработать, либо мы боимся, что мы сможем заработать, но их потеряем. Как правило, тут два страха. Но ты боишься, что когда-нибудь у тебя придут, их потеряешь, потому что у тебя этот опыт уже был. Ты их уже терял. Правильно? Отлично. А сейчас идем в твой корневой главный страх. Вспоминай самые яркие моменты, давай два-три момента, когда ты терял большие деньги. Ну или когда ты больше всего терял денег. Вспомни самые два ярких момента. Ну вот акции, когда покупал. И последний раз опять акции я покупал и потерял. Окей. Это самый большой страх. Ты боишься снова купить акции и потерять? Ты это боишься? Ну не покупай акции. Какие проблемы? Просто не покупай и все. Или ты боишься, что тебя кто-то заставит их купить? Нет. Нет, не боишься заставить. А как ты боишься потерять деньги? Каким способом ты боишься потерять деньги? Конкретно рисуй образы, образы, образы. Что тебя их заберет, кто-то отнимет. Заставит тебя акции купить. Ну или вот... Звук пропал. Еще раз не слышал. Еще раз повтори. Получается один из страхов у меня то, что вот я вкладываюсь в какую-то компанию. Говори громче. У тебя пропал микрофон. У тебя звук пропал. Звук пропал? Так, сейчас. Ну то есть он у тебя очень тихий стал. Алло, так лучше слышно? Вот сейчас идеально. Итак, ты вкладываешься в компанию и теряешь деньги, да? Да, вкладываюсь в компанию и теряю деньги. Либо вот дивиденды, если я получал в компании, то я... Ну, происходила девальвация и я получал всегда меньше, чем все остальные партнеры. И я, допустим, боялся в компании, вот если про компанию говорить, я боялся, что я не получу свои деньги и свои дивиденды. Поэтому, да. Два страха. Давай взвесим их. Мы взвешиваем два страха. Я боюсь потерять дивиденды от той компании, где я сейчас получаю деньги. Это первый страх. А второй страх – я боюсь вложиться в какой-то бизнес или в какой-то проект и потерять деньги. Оцени эти два страха от 0 до 10. Какой из них более весомый и более страшный? Чего ты больше боишься? Потерять дивиденды в текущей компании или боишься вложиться и снова потерять? Ты, наверное, первый страх, да, больше идет. Боишься потерять дивиденды? Угу. Но в любом случае нужно убирать оба страха, Руслан. Поэтому мы сейчас разберем один, а второй страх ты разберешь уже сам. Ну, давай, может быть, даже оба успеем. Итак, я боюсь потерять дивиденды, потому что… Потому что я не уделяю достаточного времени компании. А зачем тебе уделять время, если это дивиденды? Или там требуется твой функционал? У тебя есть там функционал? Ну, вот, исходя из наших вот, как бы… Мы же постоянно говорим, вы говорите, вот то, что… Если не уделять времени определенному, ну, корове, да, дойной, так сказать, она в какой-то момент перестанет давать дивиденды. То есть я тебя напугался так сильно. Смотри, у Ричарда Брэнсона 400 компаний. Понятно, что 200 убыточных, 200 прибыльных. Он что, ну, у него такие же 24 часа в сутках и 12, вернее, 8 часов активности. Но у него 200 компаний работают из 400. Да. Какие проблемы? Ну, вот… Я всегда говорю про то, чтобы выделить определенное количество времени и распределить нагрузку объективно комфортную для того, чтобы фокус внимания был, например, у тебя… Ну, там, ты час времени, например, вкладываешь в эту компанию и получаешь свой дивиденд. В чем твой страх? Я боюсь чего? Что у меня времени не хватит? Или у меня… Чего ты боишься? Почему ты боишься потерять дивиденды? Я боюсь потерять дивиденды, потому что первые три мысли, которые приходят в голову. Первые три мысли. Потому что я… Ну, первая та же мысль и остается, потому что я, ну, не сфокусирован. Мне кажется, что в какой-то момент мне партнеры скажут, ну, слушай, так не пойдет дело. С чего ты взял, что они тебе так скажут? Опыт. Мне нужен факт. Твои страхи… Все страхи опираются на прошлый опыт. Друзья, все сейчас видят. Все, чего вы боитесь, это все ваш негативный опыт, который создали вы своими неэффективными качествами, действиями и установками. Значит, получается, у тебя были конфликты с партнерами, с какими-то, которые тебе говорили, что ты неэффективен, от тебя нет толку и мы не будем платить тебе дивиденды. Угу. Да и… Потому что ты лишнее звено вообще в этой цепи. Правильно я понимаю? Правильно. Правильно. А теперь конкретный факт назови, когда у тебя возник этот страх, когда тебе это сказали. Ну, один из партнеров мне так сказал как-то. Друзья, сейчас секундочку, на секунду пауза. Вот вы сейчас все видите, что наши все страхи, они возникают в момент, когда мы когда-то коммуницировали с кем-то, с мужем, с бывшим, с мамой, с клиентом, с партнером, и у вас эта коммуникация была неэффективная. То есть вас осудили, оскорбили, унизили или от вас отказались, вас проигнорировали, вами сманипулировали, вас обидели. Вот откуда все страхи берутся. Теперь назови этот факт, Руслан. Давай. У меня был факт, когда мой партнер мне сказал, что я не занимаюсь стратегическими задачами, не ставлю задачи себе по компании и являюсь неэффективным звеном. Отлично. Отличный негативный факт. Четкий, конкретный и понятный. Мой партнер, сказав по бизнесу, от которого зависят дивиденды, он сказал мне, ты здесь лишний звенок. У тебя нет стратегического планирования, ты не вкладываешь время, то есть ты не нужен. Руслан, правильно он тебе сказал? Ты лишний. Да. Да. Факт Б. А кстати, кто создал этот сценарий в своей жизни, что тебе такое сказали? Ну я, я, конечно. Ну представь, не к тебе, а вот приходит к мужу жена и говорит, муж, ты знаешь, ты тут лишний вообще. Ты денег не зарабатываешь, секс от тебя никакущий, в детей ты не вкладываешься, внимания от тебя нет, цветы на день рождения не даришь, про тещу забыл. Про день рождения тещи. Ты мне больше не нужен. Ну жена говорит мужику. Да принцип один и тот же. Мы живем в земной реальности, которая устроена очень просто. Если двум мышкам невыгодно жить вместе в семье или в бизнесе, то какая-то мышка от какой-то уходит. Кто-то семью теряет, а кто-то дивиденды и деньги. И нам нужно что понять, Руслан? Что мы не так делали? Что мы не так думали? Как мы не так проявляли себя, что люди нам такое говорят, правильно? Правильно. Так вот, а какой новый сценарий, новый факт, который ты будешь создавать с этим партнером, чтобы у тебя страх ушел твой? Я имею ситуацию, когда мы с партнером обсуждаем стратегическое планирование компании. И я беру на себя определенные задачи. Нет, это не зачет. Это не зачет, потому что ты сейчас говоришь по процессу. А мы учимся фиксировать результаты. Я показываю свои результаты. Чтобы убрать страх, Руслан, чтобы убрать страх, тебе нужно достичь твердого результата. Твердую договоренность создать, железобетонную. Понимаешь? То есть, я договорился с партнером о чем? Я договорился с партнером о моем участии в стратегическом планировании. Да. Отчетка. То есть, о том, сколько я вкладываю сил, энергии, времени. Какие у меня функции. Как, когда я их выполняю. Сколько на это нужно времени. Сколько дивидендов я за это получаю. И вот эта договоренность обязательно в письменном виде. Все. Точка. Твердая договоренность или ясность. Убирает страх. Что такое страх? Страх – это не ясность. Страх – это неизвестно. Страх – это неуверенность. Руслан, мы учимся в Академии создавать ясность, твердость, уверенность. С помощью твердых результатов. И каждый раз мы это подпитываем, подпитываем, подпитываем. То есть, ты создал договоренность с партнерами. Если она разваливается, ты снова ее закрепляешь. Снова и снова и снова и снова. Так же и с женой. Вот я 30 лет назад с женой договорился жить вместе. И мы с ней 30 лет каждый день, 11 тысяч раз, каждое утро договариваемся прожить этот день вместе. И платим друг другу дивиденды. Она мне любовь, ласку, заботу, еду готовит, детей помогает воспитывать. Ну и так далее. И я даю ей дивиденды, зарабатываю деньги, вожу ее отдыхать, вместе проводим время, ну и так далее. То есть, нам выгодно жить вместе. Так же и в бизнесе. Когда люди договариваются строить бизнес вместе, кто-то начальный, кто-то подчиненный. Иногда равнозначные партнеры, что, в принципе, не самый лучший вариант в бизнесе. И все наши страхи, они просто по одной причине. Мы с кем-то не смогли договориться. Кто-то с мужем, кто-то с ребенком, кто-то с мамой, кто-то с папой, кто-то с партнером. Все. Вот причина всех страхов. Всем сейчас это понятно, ребят. Да. А второй страх твой. Страх потерять... Давай второй страх уберем. Страх потерять деньги и вложиться не туда. Опять давай. Куда ты вложился? Куда ты пляпался? Все, куда мы вляпываемся, мы вляпались. Мы создали. Это были наши мысли. Давай, куда ты вляпался? Ну, вот. Купил франшизу, которая до сих пор не... Окей. Итак, давай. Факта. Купил ненужную франшизу. Я, извиняюсь, просрал полмиллиона. И сижу, как бы, и воняет до сих пор. Да? Ну, я сейчас специально утрирую, чтобы все это увидели, как это работает. Да. Это воня, она может всю жизнь вонять, понимаешь? И всю жизнь ограничивать. И, знаешь, пословие есть такая. Обжегся на молоке, теперь на воду дую. Это страх, понимаешь? А страхи нужно убирать. А как убирать страхи, друзья? Найти неэффективные качества установки и модели поведения, которые привели к негативному сценарию прошлого. Убрать эти качества, привычки и создать новый сценарий прошлого в своей голове, а точнее в своем подсознании. Назови новый факт. Связанный с франшизой, в которую ты вложился. Неудачно. Новый факт. Ну, мне вот, как бы, мне хочется все-таки ее раскрутить, найти человека, кому я делегирую все задачи, которые развивают эту франшизу. В твоем голосе огромное количество неуверенностей, Руслан. Я вот вроде бы хочу, а вроде и не хочу. А может, не получится? Смотри, я сейчас тебе... Давай просто так, как время заканчивается. Я сейчас просто тебе... Ну, там-то киватхаки. Первое, что ты делаешь, Руслан, это делаешь факт А, факт Б. Это первое. Я купил ерунду, которая мне не нужна. Это первый факт. Франшизу, которая мне не... Ну, которая вообще мне не нужна. Я купил ее там для кого-то. Или для чего-то там, непонятно. Это первый факт. Факт Б. Я купил франшизу по глупости и четко понимаю, что я теперь такую глупость не совершу. Я буду теперь заранее анализировать и планировать любую крупную покупку. Все. Убрал чувство вины и спокойно понимаешь, что теперь ты все анализируешь, делаешь свод-анализ перед тем, как принять какое-то инвестиционное решение. Это первый факт твой. Второй факт. Окей, купил. Например, совершил ошибку. Неудача, ошибка, проблемы, конфликты, кризисы. Это самое ценное, что есть в жизни. Для того, чтобы перейти на новый уровень своей личности, своего успеха в финансах и в отношениях. Поэтому следующий факт. Я не могу найти, кому продать эту франшизу. Какой факт Б? Все, я нашел и продал. Все, убрал все страхи, развею сомнения. И с чистой головой, с чистым листом бумаги я иду строить новый бизнес. Новый бизнес. Спокойно отпустив прошлое, закрыв все гештальты, настроив свои дивиденды в компании и выделив на это два часа в день. И шесть часов в день я строю новый бизнес. Все, точка. То есть, учись ставить точки, Руслан, везде. Во всем прошлом опыте. Любая недоговоренность, договоренность. Любая недосказанность, досказанность. Любое непонимание, ясность. Любое неизвестность, известность. Любое незнание, знание. Любое неумение, умение. Все, вот так мы строим будущее. Это понятно? Понял, понял. Все, спасибо тебе большое. Мне лично доложишь о закрытии трех гештальтов. Договоренность с партнерами по дивидендам и по стратегическому планированию. Второе, закрытие факта по купленной франшизе и не потерянным пока деньгам. И третий факт, это найденный человек и проданная франшиза. Если что, со скидкой. Мы с тобой тоже обсуждали. Учись доводить дела до конца. Это ключевая задача. Это твой ключевой навык, который ты будешь тренировать. Понял? Понял. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, на сегодня, наверное, все. Вам большое спасибо. У кого остались неразобранные кейсы, страхи, давайте сделаем завтра еще один разбор. Завтра, я думаю, что мы тогда продолжим по тараканам. Друзья, что такое таракан? Давайте резюмируем. Таракан – это наш какой-то страх, какое-то ограничение, сомнение, неуверенность, которая появилась в нашей жизни из прошлого опыта, когда у нас была какая-то неудача, ошибка, скорее всего, с каким-то человеком. И вам важно пойти туда, в прошлое, понять, как вы ту ситуацию в прошлом создали, после чего сформировался этот страх. и вы формируете новую ситуацию, где вы создаете новое качество, действие, привычку, и вашего страха больше нет. Он просто в нем не будет необходимости, потому что у вас все вот этот ограничитель, он исчезает. Вот. Таким образом мы работаем. И спокойненько уже двигайтесь бесстрашно к своим целям. Большие деньги, любые, какие вы хотите, и, соответственно, любовь, отношения, и, конечно же, счастье, друзья. Вот. И еще очень важный момент. Важно отличать страхи вредные от полезных. Полезные страхи это те страхи, которые вам говорят туда не ходи, там опасно, там реально опасно для жизни. Они вас защищают. Но вам очень четко нужно находить ту мысль, которая является ограничительным страхом, которая вас сдерживает от того, чтобы достигать целей. И кто запутался, кто не может преодолевать страхи, мы приглашаем вас в нашу Академию, друзья, где вы можете от любых, любые страхи найти, обнаружить их, убрать эти страхи и повысить качество своей жизни. Потому что пока мы живы, мы можем все изменить. Поэтому меняйте свою жизнь, друзья, убирайте свои страхи, убирайте своих тараканов для того, чтобы жить на 100%, быть богатыми, успешными, любящими, любимыми и, конечно, здоровыми. С вами был Андрей Антонов. До встречи завтра в 12.00. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,